Вперёд, друзья! Разрешите представиться, меня зовут Атос, и, пожалуй, нет человека в мире, который бы не слышал это имя. Да-да, мы с вами знакомы, дорогие слушатели радио, по знаменитой книге Александра Дюма «Три мушкетёра». Я, как там написано, самый серьёзный из трёх. Поэтому именно мне и поручили представить вам главного героя этой книги, молодого и смелого гасконца Д'Артаньяна. Я познакомлю вас с ним точно так же, как я сам с ним познакомился на весёлых страницах этой книги. Итак, я раскрываю книгу. Страница сорок седьмая, глава четвёртая. Слушайте. Д'Артаньян, это я, в три скачка промчался через переднюю и выбежал на площадку лестницы. Но здесь он неожиданно столкнулся с мушкетёром, выходившим от господина Д'Атривиля, и стукнул его головой в раненое плечо. Так. Шкаток закричал. Да, или вернее, зарычал от боли. Извините меня, сказал Д'Артаньян, узнав Атоса и намереваясь бежать дальше. Извините меня, я тороплюсь. Но не успел он сделать и шага, как железная рука схватила его за шарф и остановила. Вы торопитесь, вскричал мушкетёр бледный, как полотно. Вы меня толкаете, просите прощения и думаете, что этого достаточно. Отнюдь нет, молодой человек. Уверяю вас, уверяю вас, я это сделал ненарочно. Но по нечаянности толкнув вас, я сказал, извините меня. И мне кажется, что этого достаточно. Повторяю, я тороплюсь, я очень тороплюсь. Пожалуйста, отпустите меня. Сударь, вы невежливы. Видно, что вы провинциал. Послушайте, сударь, откуда бы я ни приехал, не вам учить меня. Предупреждаю вас. Может быть. Ах, если бы я только не торопился. Ах, если бы я не гнался за одним человеком. Господин Торопыга, за мной вам не придётся гоняться. Меня вы и так найдёте. Слышите? Слышу. Слышите? Слышу. Где? У монастыря Кармелита. В котором часу? В полдень. В полдень? В полдень. Хорошо. Буду. Постарайтесь не опоздать, потому что в четверть первого я обрублю вам уши на бегу. Не беспокойтесь. Я буду там без десяти двенадцать. Мои юные друзья, дуэль эта не состоялась. Этот горячий юноша, этот гасконец оказался на редкость храбрым, мужественным человеком. И мы, трое неразлучных, как нас все называют, три мушкетёра Атос, Портос и Армис, очень полюбили молодого Д'Артаньяна. Мы подружились с ним самым странным образом. Из-за дуэли с гвардейцами кардинала. Мы, королевские мушкетёры, ненавидим гвардейцев кардинала. О, это святая ненависть. Она никогда не пройдёт. И знаете все, что с помощью юного Д'Артаньяна мы одержали блестящую победу над ними. Он дрался, как молодой лев. И, унося четыре шпаги из пяти, мы отправились, не помня себя от радости, к дому капитана королевских мушкетёров. И вот тогда, в те блаженные минуты, Д'Артаньян сказал, «Если я ещё не мушкетёр, то, по крайней мере, я принят в ученики, не правда ли?» И это была чистая правда. Друга из кабалы, из тюрьмы. Шпагой клянёмся, шпагой клянёмся, шпагой клянёмся мы. Смерть подойдёт к нам, смерть погрозит нам острой косою своей. Мы улыбнёмся, мы улыбнёмся, мы улыбнёмся. Пойдёмте вслед за этой песней во Францию. Войдём в 17-й век. Царствование Людовика XIII и его хитрого и могущественного министра, кардинала Решильве. Поспешим же вслед за этой песней. Прочь отговорки, храные четвёрки, с нашим друзьям дружить! Трусов плодила наша планета, всё же ей выгодно честь. Вот мы в Париже. Пойдёмте по улице Старой Голубятни, завернём на улицу Могильщиков, близ Люксембурга. Войдём вот в этот старый дом, поднимемся по деревянной лестнице, на второй этаж, откроем дверь. Это Д'Артаньян! Он ходит взад и вперёд по комнате. Сто тысяч чертей, как хочется есть! Он сам с собой разговаривает, вздыхает. Сразу видно, что у него нет ни единого ливра в кармане. Ни одной монет! Обедать приходится только в сновидениях. Дружба, которая соединила меня и троих мушкетёров, Атоса, Портоса, Арамиса, заставляет нас целыми днями бегать друг за другом, подобно теням. Да, но что толку? Я чувствую, что наш Союз Четырёх это несравненная четырёхкратная сила должна, должна иметь какую-то цель. Вот если бы оказать кому-нибудь нешуточную услугу. Войдите! Сто тысяч чертей! Ну, войдите же! Кто вы? Все говорят, что вы, господин Дертаньян, весьма храбрый, молодой человек. И эта репутация, судя по всему, вполне заслуженная, побудила меня доверить вам одну. Тайну. Тайну. Тайну? Да. Говорите, сударь, говорите. Жена моя служит костеляншей у... у... королевы. Королевы? Да. Она женщина умная и красивая. Ну, что же вы замолчали? Продолжайте, сударь, продолжайте. Так вот, жену мою вчера утром похитили. Похитили. Похитили? Да. Да. Как похитили? Кто похитил? Не знаю. Но я полагаю, что жену мою похитили не ради ее самой, а из-за любовных дел одной знатной дамы. Знатной дамы? Самой знатной во всей Франции. Самой знатной? Да. Королевы? Да, сударь. А с кем? Да с кем же, если не с герцогом Бекингемским? С герцогом? Да. Вот так так. С министром Англии? Да. Да, сударь. Да, но откуда же вам все это известно? Я знаю это от жены, сударь, которую вчера похитили. Так, и которая узнала это от кого? От господина Делепорта. Да, жена моя крестница господина Делепорта, доверенного лица королевы. Так. Господин Делепорт определил мою жену к ее величеству, чтобы бедная наша королева, покинутая королем, выслеживаемая могущественным кардиналом Ришелье, окруженная предателями, могла хоть кому-нибудь довериться. Вот она что. Да. Жена пришла ко мне четыре дня тому назад и признала, что королева сейчас в большой тревоге. Так. Что господин кардинал преследует ее. Так. И королева думает. Что? Ну, что думает королева? Она думает, она думает, что кардинал Ришелье от ее имени послал письмо в Англию герцогу Декенгемскому. Что? От имени королевы? Да. Зачем? Да, чтобы вызвать его в Париж и здесь завлечь его и ее в Западню. В Западню? Да. Тысяча чертей. Черт возьми. Но, сударь, при чем тут ваша жена? Преданность моей жены королеве известна. Поэтому ее хотят запугать, чтобы выведать тайны королевы. Прочем клянусь честью Бонасье. Стоп. Не продолжайте. Вас зовут Бонасье? Да. Это мое имя. Бонасье. Бонасье. Проклятие. Это имя кажется мне знакомым. Очень возможно, сударь. Я ваш домохозяин. Ах, ну что? Ах, вы мой домохозяин. Ну что же вы сразу-то не сказали? Ну прошу вас, прошу. Очень приятно. Да, да, сударь. Кстати, напомню, что с тех пор, как вы поселились у меня, вот уже скоро три месяца, вы ни разу не платили за квартиру. Ну, браво. Вероятно, вы были заняты более важными делами. Ну, конечно. И просто забыли об этой безделице. Но, надеюсь, вы оцениваете все-таки мою деликатность. Ведь я не приставал к вам со счетами. Ну, помилуйте. Поверьте, любезный господин Бонасье, но если я чем-нибудь могу быть вам полезен. Верю вам, сударь. Верю. И клянусь честью Бонасье, полагаюсь на вас. Вы можете рассчитывать на меня. Так кончайте ваш рассказ. Сударь, вот письмо. Письмо? Полученное мною сегодня утром. Прочитайте. Не ищите свою жену. Она вернется к вам, когда не будет более нужна. При малейшей попытке отыскать ее, вы погибли. Коротко, но зато ясно, чего от вас хотят. Ну, а впрочем, да это ведь только угроза. Да, но эта угроза приводит меня в ужас. Я скромный бурла и до смерти бою спастили. Да, я тоже не люблю бастилию. Но, во всяком случае, я люблю ее не больше вашу. Нет, 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 нет. А я так надеялся на вас. Вот как? Я всегда видел вас в обществе великолепных мушкетеров. Я знаю, что королевские мушкетеры враги кардинал Ришелье. Вот да, недавно мы уложили четырех из пяти гвардейцев кардинал. Вот. Пять шпаг, пять повеств. Вот. Вот я и полагал, что вы и ваши друзья, становясь в защиту нашей бедной королевы, будете рады сыграть в то же время шутку с его высокопроисвященством, кардиналом Ришелье. Разумеется, мушкетеры. Кто сказал мушкетеры? Атос. Я. Бортоз. Я. Аравиз. Я. Входите, друзья. Они идут сюда. Вот что, сударь, ступайте пока к себе и разрешите мне одному переговорить с моими друзьями о вашем деле. Я думаю, они согласятся помочь вам, и мы разыщем госпожу Боносье, даже если ее похитил сам дьявол. Мы улыбнемся, мы улыбнемся ей. Скажем мы смерти вежливо, очень скажем такую речь. Нам еще рано, нам еще рано, нам еще рано лечь. Храброму Гастонцу, отважному Гартаньялу наилучшие пожелания. Весьма рад вашему приходу, господа. Да, но я не вижу... Чего? Не вижу... Ну, чего вы не видите, Портос? Я не вижу угощений на столе. Садитесь, друзья, садитесь и слушайте меня. Великолепное дело, господа. Дело, на котором можно нажить... Тысячу пистолей, черт побери. Если не больше. Это интересно, но... Ну, каким это образом? Портос, я всегда говорил, что Д'Артаньян самый умный из нас. Да? Пальсен. Да, но он, наконец-то, в чем же дело? Ну, расскажите, расскажите нам, дорогой друг. Конечно, если это не затрагивает чести какой-либо дамы. Да-да-да. Будьте покойны, ничья честь не пострадает от того, что я вам расскажу. Десять минут тому назад вдруг я слышу... И Д'Артаньян рассказал своим друзьям о своем разговоре с господином Бонасье. Вот это да! И заметьте, друзья, что в этом деле замешана женщина. Женщина, которую похитили, которой, наверное, угрожают... Ух ты, все, 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 все. Которую мучат, черт подери. И все это только потому, что она верна своей повелительнице-королеве. Берегитесь, Д'Артаньян, берегитесь. Вы, по-моему, чересчур близко принимаете к сердцу судьбу госпожи Бонасье. Женщина создана на нашу погибель. Она причина всех наших несчастья. Но я беспокоюсь не только о госпоже Бонасье, а о королеве. Король покинул ее, хитрый кардинал Ришелье преследует, и она видит, как головы ее друзей падают одна за одной, одна за одной. А зачем она любит тех, кого мы ненавидим больше всего на свете? Испанцев и англичан? Испания ее родина, и вполне естественно, что она любит испанцев. Ну, а что же касается второго вашего упрека, то, насколько я знаю, она любит не англичан. А кого же? Англичанина. И надо сознаться, что этот англичанин достоин любви. Позвольте, Д'Артаньян, Бонасье вам говорил, королева опасается, что герцога вызвали сюда, в Париж, под ложным письмом от кардинала? Да. Подождите, подождите, подождите. У меня есть основания думать, что герцог Бухенгемский действительно в Париже. Ну, как? Мне кажется, что я его видел, и он был почему-то переодет мушкетером. Он мушкетером? Да-да, это был он. Ах, если он в Париже? Да. Тогда я убежден, что похищение госпожи Бонасье каким-то образом связано с присутствием в Париже герцога Бекингемского. А, у этого госколдца неплохо работает эта самая... Голова. Что? А? Голова, Портос. А, голова, да. Господа, господа, не будем терять времени и примемся за поиски жены нашего купца. Это ключ всей интриги. А план такой. Ставьте! Спасите! Спасите! Что это? Кто-то бежит по лестницу, да? Бонасье? Что случилось? Портос, спасите меня! Ради бога, спасите! Солдаты, пришли арестовать меня! Спасите меня! Спасите! Ну, тысяча чертей! Атос! Да? Парамис! Да? Обложите шпаги, господа! Сударь, мы готовы! Стойте! Стойте! Одну минуточку, друзья, вложите шпаги в ножны! Одну минуточку! Здесь нужна не храбрость, а хитрость! Однако мы не позволим, чтобы слуги кардинала! Нет, Портос! Вы позволите Д'Артаньяну действовать так, как он найдет нужным! Нотос! Повторяю, он умнее нас всех! Я с своей стороны заявляю, что повинуюсь ему! Делай, что хочешь, Д'Артаньян! Солдаты поднимаются по лестнице! Господин офицер! Тут дали мушкетену с оспарами! Что же вы остановились, господа? Войдите, господин офицер! Войдите! Мы все здесь верные слуги короля и кардинала! В случае, господа, вы станете противиться исполнению полученных нами приказаний! Я должен арестовать господина Моносе! Напротив! Если будет нужно, мы вам поможем! Что он говорит, ты глупец! Молчи! Господин Д'Артаньян, но вы же мне обещали! Мы можем вас спасти, только если останемся на свободе, если мы станем защищать вас, то нас арестуют вместе с вами! Ну, мне кажется! Да молчите! Ну, мне кажется! Сто тысячи детей! Молчите! Пожалуйста, господа, пожалуйста! У меня нет никаких оснований защищать этого господина! Уведите этого человека! Сударь! Вы подлец! Весь вы меня одесщат! А вы, милый мой, негодяй! Вы являетесь требовать с меня квартирную плату! Что он говорит? В тюрьму его, господа! В тюрьму! Пусть посидит в тюрьме! И держите его под замком как можно дольше! Таким образом я успею достать деньги, чтобы заплатить ему! Что он говорит? Солдаты! Летте его! А ну, пойдем! Вы, сударь! Подлец! Подлец! Пойдем! Подлец! 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 Ушли! Другу на помощь вызвали друга из кабалы, из тюрьмы! Мы шпагой клянемся, шпагой клянемся, шпагой клянемся мы! Трусов плодила наша планета, все же ей выпала честь! Есть мушкетеры, есть мушкетеры, есть мушкетеры, есть! Но я ничего не понимаю! Итак, господа! Все за одного! Один за всех! Это наш девиз, не так ли? Все за одного! Один за всех! Один за всех! Все за одного! Портос, вы понимаете, с этой минуты мы вступаем в войну с самим кардиналом Ришелье! Слышите, друзья? Слышите? Нет для чего! Не все солдаты ушли! Слышите? Да! За домом наблюдают, внизу кто-то ходит! Мышеловка! Кого-то ждут! Совершенно верно! Кого-то ждут! Но кого? Я тоже обращу свое окно в наблюдательный пункт и буду видеть всех, кто попадет в мышеловку! А чтобы слышать все, что происходит в нижнем этаже, надо вынуть несколько плиток паркета! Браво, Равис! Черт! Атос, я! Портос, я! Что-то мне не нравится, вон тот, оборванец, который не спускает глаз с нашего дома! Взгляните, Атос! Да! Кстати, его интересует и ваше окно! Что ж, разойдемся, господа! Один за всех! Все за одного! Все за одного! Один за всех! Когда стемнеет, мы вернемся сюда, может, и чем черт не шутит, нам удастся что-то узнать о госпоже Бонасье или ее похитителях! До скорой встречи, Д'Артаньян! Портос, песню! В трусов плодила наша планета, все же ей выпала честь! Есть мушкетеры, есть мушкетеры, есть мушкетеры, есть! Другу на помощь вызвали друга из губолы, из тюрьмы! Шпаги клянемся, шпаги клянемся, шпаги клянемся мы! Субтитры создавал DimaTorzok Кто-то стучит! Кто вы такие? Черт, ничего не слышно! Кто вы такие? Воспользуюсь советом Рамиса и разберу паркет! О, дьявол! Кажется, это женщина! Когда ее обыскают, она сопротивляется! Сто тысяч чертей! Негодяи! Да я же вам говорю, господа, что я хозяйка этого дома! Я говорю вам, что я госпожа Бонасье, что я служу у королевы! Да-да! Раз-то мы не ожидали! Госпожа Бонасье? О, неужели я нашел ту, которую необходимо было найти? Боже мой! Жальтесь, господа, жальтесь! Жальтесь, прошу вас, жальтесь, промытьтесь! Они затыкают ей рот! Они уводят ее! Шпагу! Шпагу! Ах, она при мне! И Д'Артаньян с обнаженной шпагой в руке бросился вперед! Смерть всем чертям! Сто! 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 Бой отсюда, предренный труп! Он победил без большого труда, потому что только один ольгвазил имел оружие. Трое других, вооружившись стульями и табуретками, напали на гасконца. Но Д'Артаньян, ловко действуя шпагой, заставил их бежать. Поле сражения осталось за ним. Д'Артаньян подошел к госпоже Бонасье. Бедная женщина почти без чувств лежала в кресле. Д'Артаньян окинул ее быстрым взглядом. О, это была прелестная женщина. Лет 25, с черными волосами, слегка вздернутым носом, ослепительными зубами и опалово-розовым цветом лица. О, сударь, сударь, вы меня спасли. Как мне отблагодарить вас? Сударыня, я сделал только то, что сделал бы на моем месте каждый честный человек. Вам не за что благодарить меня. О, нет, сударь, нет, не говорите так. И когда-нибудь вы убедитесь в моей благодарности. О, боже мой, что нужно было этим людям, которых я приняла за воров? И где господин Бонасье? Сударыня, эти люди опаснее воров. Это агенты кардинала. О! А мужа вашего здесь нет. Где он? Вчера за ним пришли и увели его... Куда? В Бастилию. Мой муж в Бастилии? Боже мой, что он сделал? Он, сама простота. Что он сделал, сударыня? Мне кажется, единственное преступление его состоит в том, что он имеет счастье и вместе с тем несчастье быть вашим супругом. О, значит, вам известно, сударь? Мне известно, сударыня, что вы были похищены. Откуда вы это знаете? Но мне кажется, что тут неподходящее место для того, чтобы поверять друг другу тайны. Люди, которых я прогнал, возвратятся с подкреплением. И если они застанут нас здесь, мы погибли. Да-да, вы правы. Надо спешить. О, Боже, уже бьет полночь. Меня ждут. Сударь, покинем сначала этот дом. Но... О, сударь, когда-нибудь я вам все расскажу, а теперь бежим, бежим. Но нам нужно выйти отсюда незаметно. За домом следят. Следят? Да, сударыня. Через окно. Через окно? Через окно во двор. Скажите, если это не тайна, куда мы должны пойти? Ой, нет, это тайна. Но это не моя тайна. Меня ждут. Мне нужно на улицу Лагарб. Но больше я ничего не могу вам сказать. Хорошо, идемте. Я слышу, чьи-то шаги. Сюда. Вот в эту нишу. Спрячемся. Не бойтесь, сударыня. Со мной вы вне опасности. Ой, я вам так благодарна. Прошли. Идемте. Ну, я опять слышу, чьи-то шаги. Нет, нет. Нет, это вам показалось. Идемте. Сударь, вот тот дом, который мне нужен. Но мне нужно войти туда одной. О, благодарю вас. Тысячу раз благодарю. Вы оградили меня от всех опасностей. Но теперь вы должны уйти. Но, сударыня. Я пришла туда, куда мне нужен. Ну, послушайте, сударыня, доверьтесь мне. Ну, разве вы не прочли в глазах моих всю привязанность и преданность, которыми переполнено мое сердце? Я охотно посвятила бы вас в свои тайны. Но это не мои тайны, это чужие. Это совсем другое дело. О, если бы вы могли проникнуть в мое сердце, вы бы увидели в нем столько любопытства, что жалились бы надо мной. И столько любви, что тотчас же удовлетворили мое любопытство. Вам нечего бояться тех, кто любит. Сударь, вы слишком скоро заговорили о любви. Потому что я полюбил вас мгновенно. Я полюбил в первый раз в жизни. И мне еще нет двадцати лет. Сударь, послушайте, сударь. Именем неба, во имя чести дворянина, заклинаю вас, умоляю вас, удалитесь. Меня ждут. Ах, сударыня, разве я могу отказать, когда меня так просят? Именем неба. Успокойтесь, успокойтесь. Я удаляюсь. Прощайте. Госпожа Бонасье, это вы? Да, это я. Кто это? Кто это? Ах, сударыня, вы обманули меня? Кто этот мушкетер? Я не знаю его. О, дьявол! Тысяча чертей. Кого вы привели? Я убью его. О, проклятие. Будьте бога, Георгий, остановитесь. Этот человек нам друг. Остановитесь же, Георгий. Ах, дьявол! Ради бога, герцог! Милорд! Простите, сударь, вы... Герцог Бекингенский, теперь вы можете всех нас погубить. Милорд! Сударыня! Простите бога ради, но я... Но я люблю ее, милорд, и я ревнив. Вы знаете, что такое любовь. Простите меня! И я готов служить вам. Ну, что ж. Вы храбрый, молодой человек. Вот вам моя рука. Благодарю. Вы предлагаете мне свои услуги? Да. Ну, что ж, я принимаю их. Проводите нас до Лувра. Если какой-нибудь негодяй за нами подсматривает, убейте его. Но, к сожалению, храброму юноше не представился случай доказать герцогу свою преданность. Молодая женщина и герцог вошли в Лувр, никем не потревоженные. Последуем по извилинам Лувра за герцогом Бакингемским и его спутницей, а? Поднявшись на второй этаж, она повернула вправо, прошла по длинному коридору, спустилась этажом ниже, сделала еще несколько шагов, вложила ключ в замок, отворила дверь и толкнула герцога в комнату, освещенную ночной лампой, сказав ему, Господин герцог, останьте здесь, сюда придут. Отворилась дверь, скрытая в обоих, и вошла женщина. Это была королева. Герцог Бакингемский бросился к ее ногам и, прежде чем королева успела помешать ему, поцеловал подол ее платье. Герцог! Вы уже знаете, что письмо, полученное вами, было продиктовано не мной. О, да! О, да, Ваше Величество! Но я не напрасно совершил это путешествие. Я вижу вас! Да, да! О, это святотатство, разлука сердец, созданных одно для другого. Милорд, я никогда вам не говорила о своей любви. Но вы никогда не говорили мне и того, что вы меня не любите. Право же, со стороны Вашего Величества это было бы слишком большой жестокостью. «Ибо скажите мне, где вы найдете любовь такую, как моя? Любовь, которую ни время, ни разлука, ни отчаяние не могут погасить. Любовь, которая довольствуется потерянной лентой, беглым взглядом, случайно оброненным словом. Это смысл моих сил. Три года тому назад я увидел вас в первый раз, и три года я не перестаю вас любить. Послушайте, герцог, ради всего святого, уйдите, уезжайте. Не знаю, люблю ли я вас или нет, но знаю, что не буду клятва преступницей. жальте же надо мной и уезжайте. О, если вас убьют во Франции, если я должна буду думать, что ваша любовь ко мне была причиной вашей смерти, я никогда не утешусь, я сойду с ума. Уезжайте, уезжайте, умоляю вас. Хорошо, я уеду, но в залог вашей благосклонности дайте мне какую-нибудь вещь, которая напоминала бы мне, что наша встреча не сон, что-нибудь, что вы носили и что я мог бы так же носить. И тогда вы оставите Франц, вы возвратитесь в Англию. Да. Клянусь вам. Вот. Возьмите это, герцог, бриллиантовые подвески и храните на память обо мне. О, ваше величество! Вы обещали мне уехать. Да. Да. И я сдержу свое слово. Но, ваше величество... Сдержайте немедленно, умоляю вас. Прощайте. Ваше величество! Ваше величество! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Воносье один в камере Ах, где-то теперь моя женушка Услышу ли я когда-нибудь ее дивный, нежный голосок? Бедная моя пташечка! Вдруг Боносье услышал шаги Шаги в коридоре Шаги приблизились Дверь отворилась Вошли конвойные Ступайте за мной, сказал полицейский чиновник, шедший за конвойными Идти за вами! Идти за вами! В такой час! Куда же это? Боже мой! Куда приказано! Боносье посадили в карету Полицейский сел рядом с ним И дверцы заперли на ключ Этого бедный Боносье И без того подавленный пережитыми волнениями И вынести уже не мог Он испустил слабый стол Похожий на вздох умирающего И лишился чувств Карета мчалась по Парижу Когда Боносье пришел в себя Он оказался в просторном кабинете Стены которого были увешаны Всякого рода оружием Перед камином стоял человек Среднего роста Высокомерной и гордой С пронзительными глазами И худощавым лицом Удененным испаньолкой Это был Кардинал де Ришелье Человек более могущественный Чем сам король Франции Людовик Тринадцатый Друг мой Нам все известно Все Нам известно, что ваша жена сбежала Что ей удалось устроить свидание герцога с королевой Что королева подарила на память герцогу Вы не знаете Что Ваше священство Я ничего не понимаю И ничего не знаю Друг мой Дайте вашу руку Вы честный человек Кардинал Взял меня за руку Я коснулся руки Великого человека Великий человек Назвал меня Своим другом Да, мой друг Да Вас несправедливо Заподозрили Вас посадили в тюрьму И вас следует вознаградить Возьмите этот мешок со ста пистолями И простите меня Сто пистолей Мне Простить Ваше высокопреосвященство Помилуйте Что вы говорите Ах, любезный господин Боносье Вы очень великодушны Я вижу это И благодарю вас Итак, вы возьмете этот мешок И уйдете без злобы в сердце Я ухожу С восхищением Боносьонер Прощайте же Или лучше До свидания Потому что я надеюсь Мы еще увидимся Когда угодно будет Вашему высокопреосвященству Я весь к вашим услугам Будьте спокойны Я нахожу необыкновенные удовольствия В беседе с вами О, ваше высокопреподобие До свидания Господин Боносе До скорого свидания Да здравствуй, мой синьор Да здравствуй Его высокопреосвященство Да здравствуй Великий кардинал Я ваш слуга, мой синьор Я ваш слуга, мой синьор Да, вот человек, который отныне готов будет пожертвовать для меня жизнью. Я сделал с ним все, что было возможно. Он будет шпионить за собственной женой. — Оставшись один, кардинал сел, написал письмо. — Миледи, вам необходимо попасть на первый же бал, где будет герцог Бекингемский. На камзоле у герцога вы увидите 12 бриллиантовых подвесок. Подойдите к герцогу и срежьте два подвеска. Как только подвески будут у вас в руках, известите меня. — Запечатал письмо своей личной печатью и позвонил. Вошел офицер. — Витре, вы поедете немедля в Лондон. Не останавливайтесь в дороге ни на минуту. Передайте это письмо Милете. Гонец молча поклонился, взял письмо и вышел. Лондон. Миледи, вам необходимо попасть на первый же бал, где будет герцог Бекингемский. На камзоле у герцога вы увидите 12 бриллиантовых подвесок. Подойдите к герцогу и отрежьте два подвеска. Как только подвески будут у вас в руках, известите меня. — Нет, герцог, вы сегодня печально мрачны. Вы даже не танцуете. Вы ошибаетесь, Миледи. Я весел и буду бесконечно счастлив пригласить вас на следующий танец. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дайте это сказать! Господа, мушки тёры, тише! Уже просто! Это мой домохозяин, господин Бонасьев. Тише, друзья, он идёт сюда. Господин Дартарьян, сколько раз я просил вас и ваших друзей-мушкетёров вести себя потише по вечерам. Вы не даёте мне спать, вы орёте свои песни, шумите, а ведь сейчас ночь! Успокойтесь, господин Бонасьев, мы уже уходим. Но на прощанье, из уважения к вашей особе, Разрешите спеть вам колыбельную мушкетёров. Мушкетёров, мушкетёров! Баюшки, баюшки, баюшки. Баюшки, 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 баюшки. Эти шутки, эти рассветки совершенно неуместны. Повторяю, сейчас ночь, а вы... А я что говорю, любезный Бонасье, Именно мы и хотим спеть вам на ночь колыбельную. Я этого не потерплю! Я заткну уши! Я ухожу! Беспокойный жилец этот Д'Артаньян, и вечно у него толкутся мушкетеры. Ну-с, почитаем, что же мне пишет моя милая жёнушка. Дорогой мой супруг. Дорогой мой супруг. Дорогой мой супруг, я только сегодня узнала, что вы на свободе и что вас выпустили из Бастилии. Когда я узнала об этом, я даже заплакала от радости. Вы, наверное, уже знаете, что и мне удалось перехитрить слуг кардинала, и они оставили меня в покое. Всё теперь хорошо. Моя повелительница королева тоже успокоилась. Помните, я вам рассказывала, что мне думаете, что кардинал Ришелье тайно влюблён в королеву. Но она, о нет, она боится и ненавидит его. И вот за это он мстит королеве, устраивая ей всякие пакости, чтобы любым путём скомпрометировать её перед королём. Но слава Всевышнему, это ему не всегда удаётся. Вот недавно кардинал послал в Англию герцогу Бекингемскому подложное письмо, будто бы написанное самой королевой, в котором она будто бы вызывала его на тайное свидание. Какое коварство! И обманутый герцог примчался в Париж. Но, к счастью, друзьям королевы удалось предупредить герцога, и вероломная хитрость кардинала сорвалась. И герцог благополучно вернулся в свою Англию. Но представьте, что кардинал откуда-то узнал, что королева всё же тайно встречалась с герцогом и даже подарила ему на память бриллиантовые подвески, расставаясь с ним навсегда. Ах, куда нам деваться от этих подлых шпионов-кардинала? Сами понимаете, что он теперь не успокоится до тех пор, пока снова не придумает какую-нибудь интригу против королевы. Ах, как глупый! Как наивный женщина! Ничего-то они не понимают в людях. Кардинал Решилье, умнейший и добрейший человек. Он выпустил меня из Бастилии. Он попросил у меня прощения. Он подарил мне сто пистолей. Он предложил мне ничтожеству, свою дружбу. Нет, эти женщины ничего не понимают в людях. Бог знает, что у них там делается в Лувре. А в Лувре кардинал Решилье докладывает королю. Ваше Величество, необычальная новость. Герцог Бекингемский был пять дней в Париже. И уехал обратно в Англию. Зачем он приезжал? Что ему нужно во Франции? Ваше Величество, дело в том, что он приехал тайно. Что? Поэтому... Герцог Бекингемский был тайным в Париже? Но вы обязаны знать, зачем он приезжал. Вероятно, чтобы участвовать в заговоре с вашими врагами, гугенотами испанцами. Нет, клянусь, нет. Он приезжал, чтобы участвовать в заговоре против моей чести. Он влюблен в королеву. Он приехал на тайное свидание с ней. О, государь, что за мысль. Королева слишком добродетельна и, главное, слишком любит Ваше Величество. Позвольте же мне заступиться за нее... Не заступайтесь! Здесь задета честь вашего короля. Ох, черт возьми! Вот что. Извольте любым путем. Слышите? Любым узнать королева встречалась с Герцогом. Чтобы узнать то, что вас интересует, Ваше Величество. И я предлагаю вам дать бал. Бал? Вы знаете, как королева любит танцевать. Я ничего не понимаю. Зачем бал? А дело в том, что это будет для королевы случаем надеть прекрасные бриллиантовые подвески, которые вы подарили ей. Ничего не понимаю. Ее Величеству еще ни разу не пришлось их надеть. При чем тут бриллиантовые подвески? Вот если королева наденет их, тогда, клянусь честью, все прояснится. Что прояснится? Что королева добродетельна. Ах, вот как. Ну, что ж, посмотрим, господин кардинал, посмотрим. Ну, а когда же мы устроим этот бал? Сегодня, Ваше Величество, 20 сентября. Так. 3 октября городские старшины дают праздник. Так. Прекрасный случай устроить бал. Только не забудьте, Ваше Величество, сказать Ее Величеству только накануне этого дня, что вы желаете увидеть на ней бриллиантовые подвески. Понимаю. Нет, я ничего не понимаю. Вы придумали какую-то ловушку. Ну, что ж, я согласен. Только Ваше Величество... Вы свободны, господин кардинал. Слушаюсь, Ваше Величество. Хм, кардинал почему-то настойчиво говорит об этих подвесках. Поразительна такая настойчивость. За этим кроется какая-то тайна. Ну, что ж, я сейчас же пройду к королеве. КОНЕЦ Сударыня, вы прелестно поете. Продать Ее за бесценок, продать Ее за бесценок, пропала вся красота, пропала вся красота. А, 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 а... Что это за песня? Испанская. Испанская? Да, государь. Я предпочитаю все французское. Продолжайте. Да, сударыня, я совсем забыл. Вскоре в ратуши будет бал. Бал, Ваше Величество. Да, я желаю, чтобы для оказания чести нашим добрым старшинам выявились бы на нем в церемониальном костюме и непременно с бриллиантовыми подвесками, которые я вам подарил, Ваши именины. Что с вами? Вы так бледны? Вы слышите меня? Сударыня, вы слышите? Да, государь. Вы будете на балу? Да, государь. С бриллиантами? Да, государь. Ну, вот и все, что я вам хотел сказать. Продолжайте музыцировать. Продать ее за бесценок Продать ее за бесценок Пропала вся красота А на какой день назначен бал? Это будет очень скоро. Просто не помню, точно не помню дня. Я спрошу у кардинала. Так вы не забудете? Нет, государь, я погибла, погибла. Кардинал знает мою тайну. Это он подстрекает короля, который еще ни о чем не догадывается, но скоро узнает все. Я погибла, погибла, боже мой, боже мой, я погибла. Ваше величество. Ах, это вы, госпожа Ванасья. Да, это я. Не могу ли я чем-нибудь вам помочь? Вы, боже мой, вы. Да, да, клянусь святым именем Богородицы. Я предана вашему величеству. Подвески, которые требует у вас король, вы отдали герцогу Бекингемского. Ведь так? Я не ошиблась. Ой, боже мой, боже мой, боже мой. Итак, эти подвески надо вернуть. Да, да, конечно, надо, надо. Ну, как это сделать? Как их достать? Надо послать кого-нибудь герцогу в Лондон. Да, но кого? Кого? Кому довериться? Мне, государыня. Вам? Да. О, окажите мне эту честь, а я найду кого послать. Моего мужа освободили. Я еще не имела времени с ним увидеться. Это честный, это добрый человек. Да? Да, он сделает все, что я захочу. Он поедет, не узнав сам, что везет, и передаст письмо вашего величества по указанному адресу. Сделай это, и ты спасешь мою жизнь, спасешь мою честь. Дайте мне это письмо, государыня, дайте. Время не терпит. А сейчас, а сейчас. Королева подбежала к маленькому столику, написала две строчки, запечатала письмо своей печатью и отдала его госпоже Бонасье. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok и отдала его господи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, а теперь поговорим серьезно. О чем? Мне нужно сказать вам нечто очень важное. Говорите, говорите. Нечто чрезвычайно важное, от чего зависит, быть может, будущее нашего благосостояния. Наше положение весьма изменилось с тех пор, как мы с вами не видались. Моя дорогая Констанция, и я не буду удивлен, если через несколько месяцев оно станет предметом зависти для многих. В особенности, если вы последуете наставлениям, которые я собираюсь вам дать. Вы? Мне? Да, я вам. Можно сделать доброе и святое дело и вместе с тем нажить очень много денег. Что же нужно сделать? Вы тотчас же отправитесь в путь. Я вам дам письмо, мой дорогой, которое вы ни в каком случае не выпустите из рук и передадите по назначению. А куда я поеду? Вы поедете в Лондон. Я? В Лондон? Да. Вы надо мной смеетесь. У меня нет тел в Лондоне. Но другим нужно, чтобы вы туда поехали. А кто эти другие? Предупреждаю вас, что теперь я больше ничего не делаю вслепую и желаю знать не только, чем я рискую, но и для кого я рискую. Одна знатная особа вас посылает, а другая знатная особа вас ждет. Награда превзойдет все ваши желания. Вот все, что я могу вам обещать. Опять интриги. Вечные интриги. Господин кардинал меня вразумил на этот счет. Кардинал? Вы видели кардинала? Да. Он со мной присылал. И вы последовали его приглашению? Должен сознаться, что у меня не было выбора. Он дурно обошелся с вами? Он грозил вам? Он подал мне руку и назвал меня своим другом. Своим другом. Слышите ли, сударыня? Я друг великого кардинала. Боже мой! Вы служите кардиналу? Да, сударыня, да. И как слуга его я не позволю вам участвовать в заговорах против безопасности государства и подворствовать интригам королевы, у которой сердце испанки. К счастью, бдительный взор великого кардинала следит за всем и проникает в глубину сердец. Боже мой! А я-то поручила за него королеве. Я-то рассчитывала на него. Сударь, сударь, я знала, что вы трус, что вы скряга и что вы дурак, но я не знала, что вы такой, такой негодяй. Негодяй? Да, негодяй. Негодяй. Извините. Если я вас покину, любезная госпожа Бонасье, не зная, что вы придете ко мне, я назначил свидание одному приятелю. Я скоро вернусь. Что же теперь делать? Что же теперь делать? Нечего сказать. Только и не доставала, чтобы этот дурак сделался кардиналистом. А я-то ручалась королеве. Я-то обещала бедной моей госпоже. Боже мой! Боже мой! Она теперь примет меня за одну из тех предательниц, которыми кишит весь дворец. Боже мой! Кто это? Дорогая госпожа Бонасье! Отворите дверь, я спущусь к вам! Откуда этот голос? Кто вы? Д'Артаньян! Д'Артаньян! Сейчас! Сударыня, позвольте мне вам сказать, что у вас весьма жалкий муж. Так вы слышали весь наш разговор? Весь, от слова до слова. Но каким же это образом? Да точно таким же, каким я слышал ваш разговор с клевретами кардинала. Я снял паркет. И что же вы поняли из нашего разговора? Все! Тысячу вещей! Во-первых, что вы находитесь в затруднительном положении, чему я очень рад. И это дает мне возможность предложить вам свои услуги. И видит Бог, я готов броситься для вас в огонь и в воду. Я понял, что королеве нужно, чтобы храбрый, отважный и преданный человек съездил для нее в Лондон. И я готов. Боже мой, как быть? Что делать? А какое вы мне дадите ручательство, если бы я согласилась вам дать это поручение? Моя любовь к вам говорить, приказывайте, что нужно делать. Боже мой, Боже мой! Могу ли я доверить вам такую тайну? Ведь вы почти ребенок. Нет, я не могу. Ах, я вижу, что вам нужно какое-нибудь поручительство за меня. Сознаю, что меня бы это успокоило. Знаете ли вы Атоса? Нет. Портоса? Нет. Арамиса? Не знаю. Кто эти, господа? Королевские мушкетеры. О, королевские мушкетеры. Трусов плодила наша планета, все же ей выпала честь. Есть мушкетеры, есть мушкетеры, есть мушкетеры, есть мушкетеры. Другу на помощь вызвали друга из скобалы, из тюрьмы. Шпагой клянемся, Другу на помощь вызвали друга из скобалы, из тюрьмы. Шпагой клянемся, шпагой клянемся, шпагой клянемся мы. Трусов плодила наша планета, все же ей выпала честь Есть мушкетеры, есть мушкетеры, есть мушкетеры, есть Итак, один за всех, все за одного, все за одного, один за всех Ну, а когда же мы едем? Сейчас, нельзя терять ни минуты Что ж, друзья, составим план компании Да, а куда мы едем отсюда? В Кале, это кратчайший путь на Лондон Куда? На Лондон, Портос Ага, в таком случае вот мое мнение Говори, Портос Четыре человека, путешествующие вместе под ослительными Ну, ну вот Ну, да, Артаньян каждому из нас даст инструкции Я поеду вперед О, нет, план Портоса кажется мне неприемлемым Почему? Ну, я же везу письмо королевы, и у меня нет трех копий с этого письма И я не могу их сделать, потому что письмо запечатано Следовательно, нужно ехать всем вместе Ну, да, Артаньян-то Письмо здесь, вот в этом кармане Если меня убьют, один из вас возьмет письмо, и вы будете продолжать путь Если убьют его, то настанет очередь третьего и так далее Лишь бы прибыл один Это все, что от нас требуется Браво, Артаньян, я с тобой согласен Четырех человек порознь извести нетрудно Но четыре человека вместе составляют отряд Четырех лакеев мы тоже вооружим пистолетами и мушкетами Если против нас вышлют армию, мы дадим сражение И оставшийся в живых, как сказал Артаньян, доставит письмо Браво, 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 прекрасно сказано Ты говоришь не часто, Атос Но когда заговоришь, то уже красноречивее Иоанна Златоустна Я принимаю план Атоса Итак, мы принимаем план Атоса и едем через полчаса Согласны? Согласны Согласны Один за всех Всех за одного Все за одного Один за всех Смерть подойдет к нам, смерть погрозит нам Острой косою своей Мы улыбнемся, мы улыбнемся, мы улыбнемся ей Скажем мы смерти вежливо очень Скажем такую речь Нам ещё рано Трусов кладила наша планета Все же ей выпала честь Есть мушкетёры, есть мушкетёры Есть мушкетёры, есть мушкетёры выехали из Парижа. Пока было темно, друзья молчали. Они невольно страшились темноты, повсюду им мерещились засады. Все шло хорошо до Шантильи. Здесь решено было позавтракать. Всадники спешились перед трактиром, на вывеске которого изображен был святой Мартин, отдающей нищему половину своего плаща. Слугам приказано было не расседлывать лошадей и быть готовыми немедленно отправиться дальше. Друзья вошли в общую комнату и сели за стол. Какой-то дворянин сидел за тем же столом и завтракал. Какая встреча! Какая приятная встреча, господа королевские мужедяры! Ваше здоровье, господа! Ваше здоровье, сударь! Ваше здоровье! Ваше здоровье, сударь! Ваше здоровье! Ваше здоровье, сударь! за кардинала с удовольствием сударь но сначала выпьем за короля я говорю за кардинала я говорю за кардинала а я говорю за короля а знаете ли вы господин пьяница моя шпага всегда при мне я трублю вам уши защищайтесь вы сделали глупость картош нам дорога каждая минута чёрт возьми отступать уже поздно картош убейте этого верного слугу кардинала и догоняйте нас как можно скорее вперёд друзья время не ждёт на коней одни меньше чёрт меня возьми если я до самого коле открою рот или обнажу шпагу это было бы верхом глупости клянусь лучше не клянитесь почему наш враг кардинал четёр кавалин и всемогущ я бы сейчас за наши головы не дал бы ни единого ливра ну что это где вот там впереди где дорога сжата двумя откосами ничего особенного какие-то дорожные рабочие чинить дорогу арамис я кляну с честью что этих дорожных рабочих я вижу мушкеты сто тысяч чертей это засада а смерть подойдёт к нам смерть погрозит нам острой косою своей мы улыбнёмся мы улыбнёмся мы улыбнёмся мы улыбнёмся ей но друзья всадник есть всадник я предлагаю прорваться иного выхода у нас нет вперёд друзья только вперёд а 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 и а а а и Арамис, вы ранены. Атос, он теряет сознание. Атос, он падает. Спокойствие. Я поддержу его. Лишь бы лошади не сдали. Вперед! Каждую минуту Арамис терял сознание, и его надо было поддерживать на лошади. Отряд скакал без отдыха два часа. Лошади выбивались из сил. Еле добрались до ближайшего трактира. И тут Арамису помогли сойти. Оставили при нем слугу. А затем уменьшившийся отряд быстро отправился дальше. В Амьен прибыли в полночь и остановились в трактире Золотая Лилия. Трактирщик казался честнейшим человеком в мире. Ночь прошла довольно спокойно. Но в четыре часа утра планше слуга Д'Артаньяна вышел во двор и хотел оседлать лошадей. Но у лошадей ноги оказались разбитыми. Дело принимало скверный оборот. Неожиданно Д'Артаньян заметил, что около трактира стояли две лошади, оседланные, свежие и сильные. Он спросил, где владельцы. Ему ответили, что они ночевали в трактире и сейчас рассчитываются с хозяином. Атос тоже сошел вниз, чтобы расплатиться. Д'Артаньян и его слуга стояли у дверей, выходящих на улицу. Трактирщик был в отдаленной комнате, и Атоса попросили пройти к нему. Атос отправился, ничего не подозревая, и вынул два пистоля, чтобы заплатить хозяину. Хозяин взял деньги, повертел их в руках, и вдруг... А монета-то не звенит? Не звенит? Глядите. Монета-то поели... Ах, мошенники! Сейчас я с вами разделаюсь. Вы и ваш товарищ фальшивомонетчики! Что? Фальшивомонетчики! Что? Эй, слушай! Балман, что ты болтаешь? Галей! Для помощь! Я обрублю тебе уши! Возьмите его! Хватайте! 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 Меня схватили! Скачи, Д'Артаньян! Скачи вперед! Вперед! Д'Артаньян и Фланше не заставили себя упрашивать. Они отвязали чужих лошадей, вскочили на них, дали шпоры и помчались во весь дух. В ста шагах от коле лошадь Д'Артаньяна упала, и не было никакой возможности заставить ее подняться. К счастью, путники были недалеко от города. Они оставили лошадей и побежали к пристани. Планше обратил внимание Д'Артаньяна на какого-то дворянина, который, по-видимому, так же только что приехал со своим слугой и шел впереди них шагах в пятидесяти. Он казался очень усталым. Сапоги его были покрыты пылью. Он спрашивал у шкипера судна, нельзя ли тотчас же переправиться в Англию. Немедленно переправьте меня в Англию. Это бы было совсем просто. Ну и что же? Ну, но этим утром пришло приказание никого не выпускать. Чье приказание? Без особого на то распоряжение кардинала. Да ну, у меня есть это разрешение, вот оно. Так заверьте его у начальника порта. Вот тогда я отвезу вас. Да ну, а где же я найду начальника порта? На его вилле. А вилла-то его где, черт вас возьми? И он отправился со своим лакеем к начальнику порта. Д'Артаньян и Планше незаметно последовали за ними. Выйдя из города, Д'Артаньян прибавил шагу и догнал дворянина на опушке рощицы. Милостивый государь, мне кажется, вы очень спешите. Как нельзя более, милостивый государь. Мне это очень прискорбно. Я тоже спешу и хотел попросить оказать мне услугу. Какую? Пропустите меня первым. О, это невозможно. Я сделал 60 лев в 44 часа и должен завтра же в полдень быть в Лондоне. Я сделал столько же за 40 часов и должен быть в Лондоне завтра в 10 утра. Мне очень жаль, но я прибыл первым и не пойду вторым. Мне очень жаль, но я прибыл вторым и пройду первым. Я по повелению короля. А я по собственной надобности. Мне кажется, вы ищете ссоры. А вы что думали? Что же вы хотите? Мне нужно иметь разрешение, которое есть у вас, потому что его нет у меня. Я полагаю, вы шутите? Я никогда не шучу. Пропустите меня. Не пропущу. Пропустите меня. Не пропущу. Пропустите меня, молодой человек. Сто тысяч чертей не пропущу. Молодой человек, я размажу вам голову. Любан, мои пистолеты. Планше, займись слугой, а я беру на себя хозяина. Дворянин с яростью набросился на Д'Артаньяна. Но он имел дело с искусным бойцом. В три секунды Д'Артаньян нанес ему три удара, приговаривая. Этот за Атоса. Этот за Портоса. А этот за Аловиса. Их тысячу чертей. А этот за вас. Проклятье. Берегитесь. А этот за меня при последнем ударе дворянин упал, как колода. Д'Артаньян взял из его кармана разрешение кардинала. Хозяин, что с вами? А-а-а! Вы ранены? Пустяки, Планше. А теперь вперед к начальнику порта. Утром судно прибыло в Англию. В половине одиннадцатого Д'Артаньян ступил на английский берег. Наконец-то я здесь. Сто тысяч чертей. Д'Артаньян не знал Лондона. Он не умел говорить по-английски. Но он написал имя герцога на бумаге. И ему сейчас же указали нужный ему дом. Д'Артаньян? Да, милорд. Что случилось? Не случилось ли какого-нибудь несчастья с королевой? Пока нет. Но думаю, что ей грозит большая опасность, от которой избавить ее может только ваша светлость. Вот письмо. Письмо? Ваша светлость. Может быть, кардинал узнал, что о бирлянтовой подвеске, моя честь... О, Боже, правый! Сударь, сударь, вот ящичек с бриллиантовыми подвесками, возьмите его, они здесь, они здесь, драгоценные подвески, с которыми я поклялся лечь в гроб, королева мне их дала, королева требует их обратно, да будет ее воля. Что случилось? Что с вами, милорд? Два, три, пять, семь, десять. Что? Все погибло, сударь, двух подвесков не достает, осталось только десять. Вы их потеряли? Нет, нет, только не потерял. Так что же, а что же, что же вы думаете, что у вас их украли? Украли? Да, 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 сударь, вы правы, вы правы, у меня их украли. Там, на балу. О, миледи, миледи. Это дело рук кардинала. Вот видите, видите ленты, на которых они висели обрезаны. Сто тысяч чертей. На какое число назначен бал? На будущий понедельник, милорд. Будущий понедельник, будущий понедельник. О, пять дней, боже мой, всего пять дней. О, пять дней, боже мой. Весь Париж только и говорил о бале, который городские старшины давали королю и королеве. Целую неделю в ратуше шли приготовления к этому торжественному вечеру. В шесть часов вечера начали собираться приглашенные. В полночь раздались громкие крики и гул приветствий. Это король ехал поярко освещенным цветными фонарями улицам, ведущим от лувра к ратуше. Все заметили, что король был грустен и озабочен. Через полчаса после прибытия короля послышались новые приветствия. Они возвещали о прибытии королевы. Королева вошла в залу, и все заметили, что она тоже казалась грустной, а главное, утомленной. В ту минуту, когда она входила, откинулся занавес маленькой ложи и показалось бледное лицо кардинала, одетого испанским вельможей. Глаза его устремились на королеву, и радостная улыбка мелькнула на его губах. На королеве не было бриллиантовых подвесков. Вдруг король появился у дверей зала вместе с кардиналом. Кардинал что-то говорил ему шепотом. Король был очень бледен. Сударыня, отчего же вы не надели бриллиантовых подвесков? Вы знали, что мне будет приятно видеть их на вас? О, государь, я боялась, что в этой толпе с ними может что-нибудь случиться. Напрасно, сударыня. Я вам их подарил для того, чтобы вы их носили. Напрасно. О, государь, я могу послать за ними в луку. Пошлите! И желание вашего величества будет исполнено. Пошлите, сударыня. Голос короля дрожал от гнева. Все смотрели и слушали его с удивлением, не понимая, что происходит. Некоторое время в зале чувствовалось смущение и замешательство. Все видели, что между королем и королевой что-то произошло. Но их величество говорили так тихо, что никто ничего не расслышал. Скрипки играли изо всех сил, однако никто их не слушал. Кардинал подошел к королю и подал ему ящичек. Король раскрыл его и увидел два бриллиантовых подвеска. Что это значит? Ничего, но если королева наденет подвески, в чем я сомневаюсь, то сосчитайте их, государь. И если их окажется только десять, десять? Да, десять, ваше величество, то спросите у ее величества, кто мог у нее похитить вот эти два. Король посмотрел на кардинала, как будто бы хотел спросить у него что-то, но не успел задать вопроса. Королева вышла в зал. Охотничий костюм шел к ней как нельзя лучше. На ней была фетровая шляпа с голубыми перьями, бархатный полукафтан серо-жемчужного цвета и юбка из голубого атласа вся вышитая в серебро. На левом плече, на левом плече сверкали бриллиантовые подвески. Король затрепетал от радости. Кардинал был вне себя от гнева. Однако, находясь на значительном расстоянии от королевы, они не могли сосчитать подвесков. Сколько же их было? Десять или двенадцать? В эту минуту музыка возвестила начало балета. Король подошел к жене президента, с которой он должен был танцевать, а герцог орлеанский их королеве. Стали на места, и балет начался. Король танцевал против королевы, и всякий раз, когда он проходил мимо, он пожирал глазами эти подвески, которых не мог сосчитать. На лбу у кардинала выступил холодный пот. Восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть. Балет продолжался. час. В нем было шестнадцать выходов. Пять, шесть, семь, восемь, девять. О, проклятся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Когда балет кончился, король оставил свою даму и быстро подошел к королеве. Благодарю вас, сударыня, за то, что вы проявили такое внимание к моим желаниям. Но, мне кажется, у вас недостает двух подвесков, и я вам их возвращаю. Как, государь? Вы дарите мне еще два. Но тогда у меня их будет четырнадцать. Что? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Кардинал. Слушай, Ваше Величество. Что это значит, господин кардинал? Это значит, Ваше Величество, что я хотел поднести эти подвески Ее Величеству и, не смея предложить их ей сам, избрал этот способ. Я очень благодарна Вашему Высокопреосвященству. Я уверена, что эти два подвеска стоят вам столько же, сколько все двенадцать стоили Его Величеству. Затем, поклонившись королю и кардиналу, королева направилась в свой кабинет, чтобы переодеться. Внимание, которое в начале этой главы мы должны были уделить знатным особам, несколько удалило нас от того, кому Анна Австрийская обязана была торжеством своим над кардиналом. Смущенный, никому не ведомый, затерянный в толпе, собравшись у одной из дверей, смотрел он оттуда на эту сцену, понятную только четверым. Королю, королеве, кардиналу и ему. Королева возвратилась в свою комнату и Д'Артаньян уже готовился уйти, как вдруг почувствовал, что кто-то коснулся его плеча. Под полумаской он тотчас узнал прелестную госпожу Бонасье. Вы! Наконец-то! Молчите! Молчите! Где, когда, когда я вас увижу? У себя дома вы найдете записку из этой записки вы все узнаете. Но я не могу ждать. Нас никто не должен увидеть вместе. Прощайте. Молчите! Молчите! Ах! Д'Артаньян повиновался, как ребенок, не прикословляя и не сопротивляясь. Это доказывает, что он действительно был влюблен. Д'Артаньян возвратился домой бегом. Молодой человек вбежал в свою комнату и нашел письмо. Оно было от госпожи Бонасье и заключало следующее. Вам хотят принести, а также передать живейшую признательность. Будьте сегодня вечером в 10 часов в Сен-Клу против павильона на углу дома господина Дестре. Констанция Бонасье Читая это письмо, Д'Артаньян чувствовал, как его сердце замирает от восторга. Это была первая записка, которую он получал, первое свидание, которое ему назначили. И Д'Артаньян читал и перечитывал, читал и перечитывал письмо. Наконец он лег, заснул и видел золотые сны. Ему снилась полянка, госпожа Бонасье. она собирала цветы. Она собирала цветы и почему-то пела песню мушкетеров. Есть мушкетеры, есть мушкетеры, есть мушкетеры, Другу на помощь вызвали друга из кабалы, из тюрьмы. Шпагой клянемся, шпагой клянемся, шпагой клянемся, мы Трус оплодила наша планета Все же ей выпала честь Есть мушкетеры, есть мушкетеры Есть мушкетеры, есть Это мушкетеры, это они Кто сказал мушкетеры? Руку, отважный Д'Артаньян, поздравляю Позвольте мне поздравить вас с неслыханной победой Вам удалось обхитрить самого кардинала Ришелье О нет, друзья, без вашей помощи, дружбы Я ничего не смог бы сделать Арамис, как ваша рана Пустяки, я почти не чувствую ее Какое счастье, какая победа Все целы и мы снова вместе Я безмерно счастлив Мы тоже, ведь наш девиз неизменен Один за всех Все за одного Все за одного Один за всех Один безмерно счастлив Значит, все остальные Безмерно счастливы Это обстоятельство, друзья мои Вынуждает меня спеть второй куплет нашей песни Другу на помощь вызвали друга из сквалы, из тюрьмы Шпагой клянемся, шпагой клянемся, шпагой клянемся мы Трусов плодила наша планета Все же ей выпала честь Есть мушкетеры, есть мушкетеры, есть мушкетеры, есть мушкетеры, есть Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому